Аллахумма салли аля сейдина Мухаммадин ва аля али сейдина Мухаммад Начало сражения Войско Мединцев разбило лагерь к востоку от селения Натат. Хаббаб ибн Мунзир спросил пророка, алейиссалату вассалям, у посланника Аллаха, это место ты выбрал сам или по велению Всевышнего Аллаха? Когда пророк, салли алейиссалям, ответил, что это был его выбор, Хаббаб сказал, стрелы иудеев из укрепления Натат могут достать нас, поэтому это место нам не подходит. Это правильное решение согласился избранник Всевышнего, алейиссалату вассалям, и повелел сподвижникам перенести лагерь подальше. Боевые действия начались с осады укрепления Наим, окруженного высокими стенами. Осада его продолжалась несколько дней. С обеих сторон летели тучи стрел. Ночью перед штурмом пророк, алейиссалату вассалям, сказал сподвижникам, «Завтра я вручу знамя человеку, который любит Аллаха и его пророка, алейиссалату вассалям, и которого любят Аллах и его пророк, салли алейиссалям». И каждый мухаджир и ансар хотел быть тем, кому пророк, алейиссалату вассалям, вручит знамя ислама. Наутро посланник Аллаха, салли алейиссалям, спросил, «А где Али?» Ему ответили, что у того воспалились глаза. Вызвав его, пророк, салли алейиссалям, смочил глаза Али своей слюной, провел по ним руками и обратился к Всевышнему с мольбой. С глаз Али тут же исчезло покраснение, и пророк, алейиссалату вассалям, вручил ему знамя, направив на шторм крепости Наим. Но перед этим он поручил призывать иудеев к исламу. Али призвал их к исламу, как повелел ему пророк, алейиссалату вассалям, но получил отказ. Иудеи с самого начала решили сражаться с мусульманами до конца, поэтому женщин и детей они сразу отправили в близлежащее селение Шик. Редактор субтитров А.Семкин